Сахарный диабет – социально значимое заболевание. Люди с этим недугом нередко сталкиваются с осложнениями, которые приводят к коме. Как врачам удается за считанные сутки поставить на ноги таких пациентов, узнавал наш корреспондент. На прошлой неделе в третью городскую больницу поступила пациентка без сознания. Как оказалось, она была в коме. Причины ее состояния врачи определили сразу же. Произошло осложнение сахарного диабета. Удивительно, но уже сегодня женщина находится дома и, как прежде, занимается бытовыми хлопотами. Чаще всего это на фоне компенсации. Допустим, вирусная инфекция, пневмония, обострение пилонефрита и очень-очень часто на фоне нарушения рекомендаций, которые дают эндокринологи. Такие пациенты очень часто проходят через отделение реаниматологии, где получают интенсивную терапию, которая позволяет стабилизировать все жизненно важные функции, нормализовать сознание, снизить уровень сахара в крови. По словам специалистов, кома в этом случае может длиться от нескольких часов до нескольких дней. Далее пациенты попадают в отделение эндокринологии. Там врачи внимательно следят за их уровнем сахара в крови, а также дают рекомендации, которые помогут избежать осложнения вновь. Здесь же люди, страдающие сахарным диабетом, могут получить плановое лечение. «Получаю уколы с витаминами, которые мне прописали эндокринологи. Очень хорошо себя сейчас чувствую. Спасибо врачам. Эндокринологи мне объяснили, как поддерживать уровень инсулина в норме домашних условиях». В этом году в городскую больницу номер 3 с сахарным диабетом поступило 348 человек. 49 в экстренном порядке и 299 в плановом. Такие пациенты получают все необходимые процедуры и медикаменты совершенно бесплатно, даже без медицинского страхования. Все потому, что сахарный диабет – социально значимое заболевание.